ребят всем привет сегодня съемка в гараже вот такой у меня бардак но вначале хочу вас спросить вот планирую делать ремонт скоро в гараже и снимать эти ролики или нет как я буду все обустраивать интересно вам будет это видеть на моем канале или нет обязательно пишите вот но также не забываем оценивать видео комментарии лайки все это подписывайтесь на канал так как будет много интересного куча ключей у меня валяется но не в этом дело сегодня хочу сделать обзор своей новой покупочки будет не реклама а просто покажу вам что купил чтобы на моем канале ролики были намного интересней и качественней в общем вот здоровущая коробка и сейчас буду показывать что уровней но немного хвастаюсь приобрел полуавтомат вот такой фирмы и модели не знаю первый раз буду варить еще с этим не связывался никогда единственное скажу что уже конечно же все это открывал мой друг мне его поднастроил немножко в общем сейчас покажу что внутри коробки также перед началом скажу что приобрел баллон баллон на авито был куплен так по моему за 2 500 я его купил но он не аттестованы наполовину заправленный не аттестованы аттестации у нас в городе стоит 6 так 600 рублей плюс еще понадобится проволока понадобится манометр купил вот такой посоветовали с шариком якобы с шариком получше если вы этим занимаетесь варить обязательно пишите советуйте может с двумя датчиками было бы лучше не знаю также был куплен шланг шланг я купил 16 метров у меня гараж 9 метров запасом взял но пока так так как с бюджетом был ограничен вот и все весь комплект так что это я вам показал для того что чтобы вы рассчитывали свой бюджет перед покупкой так как одним полуавтоматом не обойдет нужен баллон манометр и шланг и давайте посмотрим что внутри вот так он был поставки единственный продавец мне не положил вот одну такую сюда коробка сейчас показываю что внутри масса связываюсь с этим первый раз так что не могу вам сказать это хорошая масса или нет опять жду от вас советов щетка и молоток держак для ручной сварки ну он стандарт наверное у всех одинаково идет что я покупал маленький внизу оставлю в описании ссылочку аппарат мой самый первый ну я кстати до сих пор пользуюсь либо вот здесь подставка подсказка вылезет в общем вот такой основной держак с подачи проволоки длина его около трех метров ну я не знаю в принципе смотрел много все они одинаковые почти вот такая кнопочка есть ну и там подается газ и проволока аппарат выбирал чтобы держать был евро разъема вот с таким ну во-первых удобно и более удобная транспортировка ну чтобы не торчало все из аппарата ну и в комплекте еще два наконечника для проволоки 0608 теперь ну тут инструкции чек и сам аппарат ну и вот он красавец по дизайну конечно красивый что внутри сейчас смотрим показываю здесь по стандарту под маленькую катушку или под килограммовую на пружинке фиксатор и большой плюс что я выбрал этот аппарат здесь подачи проволоки выполнена полностью из металла хотел сначала купить в леруа самый дешевый аппарат был там по 14000 но там все пластиковые столько ролики были металлические все что на пластиковый почитал в интернете что это не особо так надежно данный аппарат я купил за 17000 вот смотрите 17 аппарат 2 500 баллон плюс еще аттестации ну где-то 3 он не выйдет 16 метров шланга по 50 рублей и манометр 1600 вот сами приблизительно можете рассчитать при покупке вот такой бюджетной модели за это бюджетная есть еще дороже в общем там до бесконечности цены идут но есть и дешевле есть и по 10 по 8000 полуавтоматы без всяких дисплеев без всего все простенько будет пару крутилок и кнопка включения выключения шланг у вас будет выходить сразу и скоро за данную модель ничего сказать не могу вообще вообще за любую модель не могу сказать буду пользоваться первый раз ну время покажет если пользовались обязательно пишите как вам такой аппарат будет интересно ну а теперь давайте покажу какие здесь крутилки и что к чему нужно два дисплея амперметр и вольтметр показывать силу тока и напряжение дальше идет индикатор перегрева потом режимы это ручник и полуавтомат и подача проволоки 2t и 4t кнопка протягивания проволоки чтобы не нажимать ну когда при установке новой бобины следующие три крутилки это форсаж дуги но мне так сказали что при профессионалы в общем сказали что при на бюджетных моделях данная функция особо не работает обязательно пишите если знаете да или нет далее сила тока амперы и вольт и напряжение следующий идет кабель для выбора полярности и клеемый плюс и минус но и разъем под под горелку все с обратной стороны с обратной стороны включения отверстие для газа и вентилятор все и кабель питания ну и таблицы все функции всех параметров вот можете сейчас нажать паузу и посмотреть в бюджете был ограничен и много смотрел выбирал аппараты хотел заказывать даже на алиэкспресс но что-то там сейчас цены поднялись с этим курсом непонятно в общем остановился на это во первых то что 300 ампер максимальный ток и плюс еще данная модель работает от 140 вольт до 270 в сети должно быть у меня в гараже среднее напряжение это 190 200 очень редко бывает на выходные то вообще когда все здесь в общем напряжение очень слабо до 160 падает данный аппарат подходит под мои параметры ну как и говорил по своей цене он достаточно мощный до 300 ампер регулируется ток вот можете посмотреть это в таблице ну в принципе сами сможете набрать в эту модель и посмотреть это не реклама ссылок никаких не оставлю просто показываю что приобрел теперь подключаю горелку подключаю газ и попробую что-нибудь сварить вот у меня штук сломанный валяется сейчас попробуем его починить проволоку буду устанавливать 08 вот есть меня отдали тут для тестов уже заканчивалась у людей дали диаметр 08 проволоку придерживать так как она жесткая если ее отпустить она размотается делал первый раз в жизни видели она выскочила так что ставили зажали а уже потом протягивать протягивать буду с помощью кнопки теперь включаю аппарат включился здесь у меня стоят значение уже более-менее подобранный под на мое напряжение ничего менять не будут так как пока что в этом не разбираюсь и теперь буду протягивать проволоку и проволока пошла слышу сейчас покажу вам ну все вылезло можно начинать варить здесь газ уже настроен тоже ну а теперь покажу как он варит ну конечно лучше когда чистый металл я зачистил буду это делать второй раз не судите строго вот такой шовчик не судите строго варил можно сказать первый раз был до этого пару швов и все думаю руку набью потом будет красивее ну а теперь давайте попробую вот здесь без зачистки еще провалить вот такая красота получается по мне так очень даже неплохо особенно вот эта часть ну что теперь можно сделать первое полезное дело с этим аппаратом это ремонтировать стук нужно заварить вот здесь ну а а потом уже если стыдно все готово стул проварил несколько раз сначала посередине и потом по краям поэтому вот такой толстый шов получился но стол держит теперь отлично сейчас посидел попрыгал на не все ну что ребят пора заканчивать вот такая покупочка у меня было немного показал вам похвастался так жду от вас поддержки лайков комментариев советов может что-то хотите увидеть в будущем на моем канале какие-то самоделки в общем теперь буду стараться выпускать интересные ролики что-то собирать в общем все еще впереди все желаю вам удачи и пока и и и и и и и и